Сегодня многие не могут представить свой обычный дневной рацион питания без таких продуктов, как мясо, рыбы, морепродукты. Зачем отказывать себе в том, к чему привык, что дает силу на работу и нормальную жизнедеятельность? Таково мнение людей. Однако мало кто задумывается о том, на какие огромные жертвы идет современная индустрия производства этих продуктов, перед тем, как они попадают на стол. Эту тему подняли экодомовцы на очередном мастер-классе. Заглянули шире и просуждали, каким образом сказывается животноводство на экологии в целом. Количество отходов, потребление воды, парниковые газы, акценты на этих важных составляющих расставили защитники природы. А чтобы быть более убедительными, привели статистику. Затронули тему вегетарианства, обратились к примеру ярких его представителей. Любопытный факт, среди них оказалось немало известных и легендарных киноактеров и исполнителей. Всего транспорта, взятого в масштабах планеты, животноводческая промышленность больше приносит вреда, чем все пароходы, поезда, машины вместе взятые. Плюс эта промышленность одну треть пресной воды на свои нужды тянет, плюс вырубаются леса. То есть 91% из вырубленных лесов идет на нужды животноводческой промышленности. То есть это пастбище, зерновые садят, чтобы кормить. И получается, что 45% суши под деятельность животноводческой промышленности занято. Плюс все отходы текут в реки, загрязняются, соответственно, моря, соответственно, моря закисляются. И там появляется уже сейчас много мертвых зон. Экодумовцы, как всегда, подготовились к встрече основательно и предложили студентам вуза хорошую альтернативу мясным продуктам. Полезное витаминное решение – зеленый коктейль, напитый который может с легкостью заменить один прием пищи. На глазах у ребят Ирина Шельгова продемонстрировала поэтапный мастер-класс по его приготовлению. В составе коктейля могут быть такие растения, как сныть крапива, листья дуванчика, укроп или петрушка, фрукты на любой вкус, немного воды. Простое решение, масса полезных свойств впечатления, самые положительные. Он полезный, может очищать организм, его можно, как говорили, пить по утрам вместо кофе. Ну, кофе вредное, а продукты, они все-таки полезнее. Думаю, что продлится жизнь, если мы откажемся от мяса. И так как мы узнали, что животноводство, так же и воды много потребляется, и для человека только идет все в ухудшении, и для нашей планеты, то думаю, что наоборот это будет полезно даже. Результат мастер-класса в буквальном смысле пришелся по вкусу ребятам-студентам, убедившись в том, что полезное не значит невкусное, пообещали взять на вооружение простой рецепт. Приняв во внимание факторы воздействия на экологию животноводческой промышленности, порассуждав над вариантами изменения ситуации в лучшую сторону, ребята сделали нужные выводы. А значит, такодомовцы справились с поставленной задачей.